приветствую на канале асма дай плей мы продолжаем играть мафия 2002 года загрузить небольшая халтурка на следующий день я пришел к поле как мы и договорились нас и так используют и кинуть хотят так что то с чего вдруг такой резкий разворот ты вроде не собирался этого делать тогда я не думал что сальери нас используют теперь я это знаю но тут ты конечно прав так что сделаем этот банк как насчет сэма эй ты же его слышал он все беспокоится насчет того что будет если дом нас накроет так что пойдем на это дело с тобой на пару что скажешь сначала хочу глянуть на этот банк а потом расскажешь свой план чудно можем съездить посмотреть на него прямо сейчас ладно пошли поехали пойдем эти что наверху жаль что нельзя во все квартиры заглянуть посмотреть что как и дотошные за мной сядем в поезд это недалеко поезд в метро наверно вот это на землю надземная ой 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 не туда смотришь да ваш пареп и что с того что ты меня не знаешь а машину ты брать не хочешь ай ой 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 хотя бог его знает может быть поэтому итальянцы но это не значит что мы в италии поезд господи как громко было сказано я два шпиона скоро будем на месте ладно господи с чего начинаются эти прогулки в метро на хрен а по тому мосту мы ездили и по тому даньему тоже а так он по земле и в основном катаемся вон там да исланд исланд город немцы правильно нам-то когда выходить как в халве как чувствую первым себя все кто-то что-то красит кто-то что-то делал прекрасно ну что как твой кроме нескольких последних случаев в основном конечно ребенок развлекает конечно конечно думаю многие с удовольствием поменялись бы с тобой места все считают что наша жизнь состоит из приключений как в кино там нет ничего про то как дела делаются не ходят завести переговоры с людьми я даже не могу записать ничего из-за полиции приходится все держать в голове я уже не 20 лет иногда я забываю то мне что обещал кому я должен результате кто-нибудь оказывается недоволен и я опять теряю на это господи а бы тебя быстрее сразу на машине отвез ну иногда в жизни бывают всякие развлечения может быть там один на лодке можно покататься не знаю дамочка давай а вот и чмоки ты запарил когда нам выходи то а а а а а а а а а хренеть мы едем сейчас будет поворот ой ё-моё мне чё тебе прекрасно показывать я сам когда езжу вижу деловой район ну пойдем далеко ушел что-то быстро ходить научился что вот это бан национальный банк не знаю что написано но то что надо не слишком большой и не слишком маленький давай глянь сейчас минутку добрый день добрый но прибежать они прибегут еще слушаю вас хочу снять 5 долларов фамилия и козе не и и и и Пушку врыло, они заговорят охотнее. После того, как получишь ключи, иди в ту дверь прямо за конторкой. Она ведет в коридор. Справа будет лестница, внизу хранилище, наверху офис. Если достанешь ключи, то иди прямо к хранилищу. Если нет, поднимись наверх и поищи там. Скорее всего, внизу охраны будет больше. Тебе придется разбираться с ними самому, пока я прикрою тебя наверху. Но... Ну-ка. Ага, уже 5 долларов. Банк подключен к охранной системе Холмса. Но даже после тревоги по радиоторвога займет у них минут 5. У нас есть 5 минут на то, чтобы проникнуть внутрь, взять все деньги и слинять. Нам понадобится тачка. Глупо брать машину у Ральфи. Он тут же сообщит об этом солью. Тебе нужно будет достать хорошую и строить тачку, Тонни. Нет, не трудно. Надеюсь, Лука что-нибудь придумает. Тогда постарайся добыть тачку побыстрее. Я думаю, что они не позволят нам так просто уйти. Даже если мы слиняем вовремя, копы будут ждать нас в городе. А что будем делать? Как выберемся? Мы поедем прямо в один заброшенный дом в Хобакене. Там на стене надпись. Клуб поляр. Отлично. Еще проблема с оружием. У меня есть ствол, но у тебя его нет. Значит, надо добыть пистолет. Есть одно место, там можно будет его раздобыть. Что за место? Это довольно далеко. Туда лучше ехать поездом. Садись и езжай до Хобакена. Выйдешь на станции Центральный Хобакен и пойдешь в том направлении, откуда приехал, до ближайшего перекрестка. Пройдешь под железной дорогой. Сначала прямо по дороге, которая идет под мостом, потом налево. Там увидишь старый кинотеатр Твиста. У заднего входа найдешь магазин желтого пита. Скажи, что это я тебе прислал. Он что-нибудь подыщет. Ну вот у меня же есть полицейский коль. Да. Да. Эй, что ты делаешь? Прекрати. Не не ожидайте идти. Отпустите. Смелитесь и убивайте. Да. Сможем здесь проехать, нет? Нет. Быструю тачку. Что у меня не быстрая тачка? Вот и все, блин. Больше ехать надо было. Пройдись, проедься. Давай, выходим. Что тебе нужно? Меня прислал Поль. О, тогда входи. Тогда войду. Давай, ну. А что, не надо дверь закрывать? Ладно, сынок. Что привело тебя? Меня послал Поль. Мне нужно купить оружие. Верно, Поли. Я его знаю. Да, точно знаю. Такой коротышка. Угрюмый. Если можно так сказать, то да. Это он. Он все еще работает на Сальере? Да. Ладно, передай от меня привет старому негодяю. Конечно. Так что насчет оружия? Конечно, конечно. Что нужно Полье? Ну так. Этого будет достаточно. Отлично. За мной дело не станет, сынок. Передай от меня привет Полье. Конечно, спасибо. Нормально. Так. Работяги. Только они не работают в них, сырена, как видите. Быстрая машина. Нам не быстрая нужна машина, а маневренная. Опа. А мимо. А что ж ты не отпрыгнул? О, так он живой. Ничего страшного. Машина. Быстрая. Быстрая машина. Немножечко осталось. Поехали-поехали-поехали. Блин. Вон машины-то быстро ездят. А вот прочные ли они? Мимо проехала. Блин. Вот так не надо было брать. Правда, все заносы мои были бы. Нет, это не он. Это я. Вот так ты и живешь, и что красиво. Ладно, сейчас спускаюсь. Давай. Ну, мог бы прыгать уж. Красивый пейзаж у тебя. Ну, я где ты? Давай, дереволаз. Вы можете заехать. Ну как, все в порядке? Ты достал все, что нужно? Да. Только знаешь, этот твой желтый пицц слегка не в себе. Он старый полаумный, но держит хороший товар. Почему его так зовут? Ты видел его зубы? Самые желтые зубы в городе. И самые гнилые. Точно. Точно. Ну, ничего. Зато он при стволах. О, мусорок. Сейчас. Через подземелье поедем. Можете заехать. А могу не заезжать? Боюсь, заеду, еще что-нибудь навалится. Блин, на соседний остров. Поехали на соседний остров. Блин, мне эти разъезды карят. Не, маневренная машинка у меня сейчас. Вполне хорошо едет. Меня устраивает. Давай. Опа. Мм, блин. Обо. Какой-то, не знаю. Так, мне надо еще машину-то удачно тогда поставить. Это здесь. Останови там. Ладно, пошли. Ну, и начинается. Внимание! Это ограбление. Ложитесь на пол, и все будут здоровы. Сказал, на пол. Все. Где второй? Развернись с охраной. Блин, а я тебя даже и не видел. Ладно. Сейчас переиграем этот момент. Внимание! Это ограбление. Ложитесь на пол, и все будут здоровы. Казал, на пол. Все. Где еще? Пожалуйста, не убивай меня. Оставь меня, пожалуйста. У меня жена и дети, пощади. Где, где искать надо? У меня жена и дети, пощади. Мне нужны, как-то. Оставь, пожалуйста. У меня жена и дети, пощади. Он наверху в своем офисе. Нет, жальца, не убивай меня. Ладно, найди ключи, идуй за бабками. Пожалуйста, не убивай меня. Ключи от сейва, быстро. Я здесь, в шкафу. Только не убивай меня, у меня семья. Пожалуйста, не убивай меня. Так, а где сейв? Оставь меня, пожалуйста. Сейв внизу, да? Не понял. Взломайте сейв, заберите деньги. Ключи от решетки здесь, но ключ от сейфа есть только у менеджера. Ну давай, включи от сейфа. Ну давай, включи от сейфа. Сейв включи от решетки здесь, но ключ от сейфа есть только у менеджера. вот они ключи гребаная все нет и это тоже не та дверь до вроде пока нормально ни хрена там дверка то вау прекрати орать немедленно прекрати никому не двигаться господи ташу верещит ну чё ты орешь и 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 Продолжение следует... Так, надо туда заехать, где никто никогда не ходит. У нас таких мест очень мало. О, видите, где-то что-то спалился. Снизу коп, видимо, шел. Продолжение следует... Ну вот. Не, вообще не в ту сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, опять где-то мусорок попался. Продолжение следует... 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 куда мне надо ехать у меня кстати еще оружие должно было остаться музей выходит выходит играем в декаданс не с места козел вот дерьмо сюрприз ты не это случайно искал у поле сэм что случилось я думал у нас встреча на едине концепция изменилась том я должен был решать на чьей я стороне и извини уж оставаться на твоей было бы самоубийством а убивать других мне нравится больше ты убил поле но скорее я был орудием убийства то же самое в твоем случае этого я тебя никак не ожидал сэм ну а я доволен похоже мне чертовски везет я нашел сумку с деньгами так мочить своих корешей значит весело еще бы может и мне стоит попробовать идея ничего но ты наверное уже не успеешь никогда не поздно начать у тебя совесть есть вообще совесть здесь ни при чем это бизнес и ты уже много раз нарушал не писаные законы том может мне тебя и жалко но в бизнесе нет места жалости чё то я не заметил что у семьи из-за меня были проблемы да ну ты что хотел то и творил том ты не убил фрэнка ты отпустил ту шлюху а потом еще этот банк нельзя делать как знаешь потому что ты не знаешь ничего ты не осознаешь последствий своих действий то он голова ну ты с головой никогда не дружил может тебе он и нужен а мне нет у меня своя голова на плечах по мнению дона сальери он не собирается мотать срок из-за твоих каких-то там чувств а я полностью согласен с его мнением дону сальери ты правда нравился том да и мне тоже мы вместе поплачем на похоронах ублюдок ты несчастный сэм и мне тебя жаль зато я жив жаль что ты не сможешь потратить эти деньги не переживай мы что-нибудь дадим саре знаешь одиноким матерям трудно в наши дни дон позаботиться о ней он не такой уж чудовище как ты себе вообразил прощает он ты был хорошим товарищем позаботьтесь о нем как следует парни и будьте добрый час не заставляйте его мучиться он ведь мой кореш на он через патроны иди сюда вот он я убью тебя ну и куда он делся ну и куда он делся давай обыскать труп балинка будто орков обыскиваю в готике а ко мне это куда так я отсюда за хрена чем давай тихо тихо люди тихо тихо очередь патроны кто у меня с патронами то один патрон охренеть миссия убейте всех ублудков хорошо понял охренеть блин даже не понял что там бахнул то но тихо вы мы все умрем бред какой-то подожди у нас небольшая проблему вот так вот здесь все понятненько да где ты тихо 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 так где где как бы блин аптечка была бы ой 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 лучше перезаряжусь так блин а все так хорошо начиналось покажи что ты можешь без где 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 я так так а а а а а так давай 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 так перезарядим блин вот все понял чё теперь меня убивала там бог иди сюда вот он Доктор, помогите мне, господи! Так. Доктор, помогите мне, господи! Ого-го-го! Где пистолет? Не пойму, где пистолет? Охренеть! Ну, спасибо вам! оттуда пойдем с дробовиком там же потихонечку помаленечку вы оттуда туда убежали понятно так будет он сам вообще ни хрена не так вот так их а еще немножечко хреничу у меня за твои припасами то нет ни хрена давай перезаряжайся а где есть аптечка должна же быть аптечка не может быть на убой да без аптечек или может быть ладно посмотрим сейчас тех залах нет все-таки нету аптечек блин плохо в нишах тоже нету вы бы были радар где-нибудь включили кто есть как я вижу парни недооценили тебя том ну я надеюсь на этот раз им больше повезет парни осторожно не повредите ничего тут дофига прекрасных и ценных штучек блин не сегодня блин 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 не блин Продолжение следует... 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 так 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 боже убийство тихо-тихо-тихо твою мать прибежал где и и так я мало чему двух сразу говорю так уже лучше конечно еще где-то были давай заряжаем у меня должно быть томсен а где помповое ружье вот спокойно пойдут за нами так вот где бери еще мне того надо снять вроде вот так вау граната вижу все что ли где-то идет вот и как все вы Продолжение следует... 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 где-то но они пипец метки и до жути а я должен определенное место до прибежать куда-то похоже ты переоценил своих новых дружков может тебе стоит переметнуться не спеши радоваться том опять все не так как это надеюсь не такой снайпер как остальные и тебя наколол придется снова все на чуть не убить этих дурацких сигар сальери знал что это опасная работа ведь в этих сигарах были спрятаны бриллианты он просто не хотел делиться вот почему поле хотел взять тот банк он понял что сальери всех нас кинул он рассказал мне об этих бриллиантах том он просто не хотел чтобы они кто нибудь знал пока он не продаст их кроме того бриллиантов ничего общего с тем что ты не убил фрэнка он нарушил омерту но я сейчас а не хуже дом как ты узнал что я не убил фрэнка можешь сказать спасибо кое-кому еще кого ты не убил ты слишком добренький она вернулась в город и мы случайно на нее наткнулись проклятие вот тупая курица том том ты ведь знаешь что нельзя доверять бабе я понимаю что не так то просто убить лучшую подружку своей жены но я сделал это за тебя меня она тоже умоляла и плакала мы поняли что нельзя на тебя полагаться так что покопались чуть-чуть и узнали насчет фрэнка сэм ты правда считаешь что все должно так закончится у нас еще есть шанс дороги назад не о том извини них приносили вот и поговорили не дай бог сначала ладно понял охренеть он стрелок так посмотрим какое мне как ты так то как то вот так надо было да давай где ты где ты ни хрена себе блин надо к нему как-то подкрадывался и 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 а идем идем перезарядимся блин надо идти и стрелять что ли еще блин у меня есть граната нет у меня гранаты но принцип то правильно был давай 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 Продолжение следует... 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 Бумба-ра-бумба из фильма Маска. Ресторан Бинго-Бонго. Все сработало как надо, до самого процесса. Я сидел в моей камере и давал письменные показания против всех, с кем я работал. Против людей, которые 10 лет были моими друзьями. Это был значительный процесс, который потряс всю страну. Сальери получил пожизненное, а пара громил даже по вышке. Самый легкий приговор был 8 лет. Все это время я провел в секретном месте в закрытой камере без посещения. Ни разу не видел Сару и малышку. В конце концов, оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее мы пережили. Ну-то кто там поливает? Начальник какой-то полиции. Мистер Анжело. Мистер Сальери передает вам поклон. Ну, ничего не закончилось. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. Дробовед конь. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения, чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в бан. И все не так просто, как нас учили в начальной школе. Но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их. В браке, в преступлении, в войне, везде и всегда. Я все запорол. Так же, как Поли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру, вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Конец. Ну что ж, наконец-то игрушка-то пройдена. Супер-босс завален. Мы всех сдали. Кого-то там убили, то ли следует, то ли меня, хрен пойми. Что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока.